Привет, мои хорошие! Как же я по вам соскучилась! Все вы знаете и наверняка любите мультфильм «Холодное сердце». Мы все привыкли к определенному образу Эльзы. Эльза от рождения, обладающая даром создавать снег и лед, и со стороны она предстает сдержанной и замкнутой, хотя внутри у нее бушует настоящая буря эмоций. В мультфильме мы видели ее в нескольких нарядах, но как бы хотелось увидеть ее в разных образах, даже в самых фантастических. Так давайте же дадим возможность Эльзе увеличить свой привычный гардероб. Итак, начинаем! Эльза в нежном бежевом наряде. Такая красотка! А как вам образ Рапунцель? По-моему, весьма органично. Легкое белое платьишко напоминает о летнем тепле. В образе брюнетки Эльза мне очень нравится, а ее сарафанчик ей к лицу. Эльза-учительница. Прекрасный образ. Я бы с удовольствием поучилась у нее. В таком виде не стыдно пойти в дорогой ресторан. Как говорила Коко Шанель, у каждой женщины должно быть маленькое черное платье. Эльза-ученица старших классов престижной школы, лицея или колледжа. Нужно одеться потеплее. Как нежненько подобрана цветовая гамма, она бесподобна. Ну а тут Эльза немного грустна. Неужели ей не нравится, как ее нарядили? Давайте немного похулиганим и примерим бунтарский образ. По-моему, Эльза повеселела. Мне кажется, Эльзе нравится больше необычный стиль. Пирсинг и тату ей по вкусу. Какой магией она обладает? Может, магия ночи? Ну тогда ей подойдет и такой вызывающий образ. Вполне симпатично вышло. Прическа в стиле каре, темные волосы и костюм в средневековом стиле выглядит органично. Эльза-брюнетка очень даже симпатичная. Шамаханская царица, а может, Шахерезада, готовая рассказывать умопомрачительные сказки. А вы заметили, что цвет ее волос ничуть не меняет Эльзу в худшую сторону? А вам нравится? Ну а если бы Эльза родилась в другой стране, может быть, она бы выглядела так? Или, может быть, в восточном стиле? Как вам такая арабская принцесса? В Японии или Китае она, наверное, выглядела бы так. Возможно, она обладает стихией огня. А почему бы и нет? Она могла бы обладать магией, которая под властью на огонь. А что, если она владела не холодной магией, а летним волшебством? По мне, так лето как-то теплее и любимее, чем зима. Стихия воды. Как же без нее? Эльза в этом образе просто нереальная. Здесь Эльза выглядит, как королева ночи или, может, принцесса сновидений. Эльза воительница. Ей идут рыцарские доспехи. Возможно, это образ повелительницы темных сил. Ну, как тут не воспользоваться главным платьем любой девушки? Конечно же, в свадебном. Надеюсь, мы когда-нибудь увидим свадьбу Эльзы. Так и хочется сказать. Эльза, ты прекрасна, будь счастлива. Ну, а после счастливой свадьбы мы увидим Эльзу, ожидающей пополнения. По-моему, она счастлива. Беременная Эльза гордится, что скоро станет мамочкой. Ну, и, наконец, через 9 месяцев она родила девочку. Эльза в образе мамочкой выглядит самой счастливой на свете. Она это точно заслуживает. Но какая-то она слишком положительная. Давайте ей примерим образы отрицательных персонажей. В стиле Харли Квинн она нереально дерзкая, но при этом притягательная. Эльза-вампирша. Этот голод никогда не утолит. Кто станет ее новой жертвой? Королева зла. Может, в параллельном мире Эльзы и добро несовместимы? Черная ведьма Эльза. Это даже звучит страшновато. А здесь Эльза в образе межгалактического охотника, истребитель джедаев. Обладая магией огня, Эльза встала на сторону зла, и теперь она поджигатель. В образе Малефиценты мне как-то не странно, тоже нравится. Мне кажется, ей идут эти рожки. кто она, наемный убийца, охотник за головами, а может, просто воин, на чьей она стороне? Решать вам. Ну, а как вам Маринетт-зомби? По-моему, жутковато. Давайте теперь вместе с вами сделаем такую зомбатную Эльзу с помощью программы Photoshop. шоп. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И все-таки, в каких бы образах Эльза перед нами не появлялась, она везде по-своему прекрасна. А как вы считаете? Напишите, в каких еще образах вы хотели бы видеть Эльзу. И помните, я читаю все ваши комментарии. До новых встреч! И не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и жать колокольчик. До новых встреч, мои хорошие! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok